МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа «Навина региона» у студии Олены Милищанковой. Витаю вас сегодня в выпуске. На Могилёшине началась уборка бульбы. Электронный рецепт может отримать кожный жахар Могилёва у поликлинице памяти жахарства. Каштудная историчная знаходка. Увезцы новоселки. Знайдены решты кареты Ди Фурманки 1812 года. На Могилёшине началась уборка бульбы. Под гытую культуру селитов в области отведено больше за 6 тысяч гектаров. Завершить работы по традиции плануется прикладно до 20 вересня. Большая площадь подруги хлеб все лето отвели Бобруйске, Белынинске, Могилёвске и Шкловске районы. Яны традиционные лидеры в области повырошивания этой культуры. Летость среднеуроджайность на Могилёшине склала 221 центнер с гектара. Сельгазорганизации разом с селянскими фермерскими господарками накопали 151 тысячу тонн бульбы. Самые высокие показчики в области, якого отримает фермерская господарка Ди Яна Шкловского района. Такой ровненькой и достатково буйной бульбе у господарцы рады. Дожды, які были после высадки клубню, добро отбились на ураджаи. Бульбой у деяния засаджена амаль тысяча гектаров. Летость у господарцы сбирали по 380 центнеров с гектара. Все лето спадяются на еще большую ураджайность. Бульба у основным пойдет на экспорт. Господарцы, это выгодно. Картошка – это наша исконно белорусская культура. И если можно на чем-то зарабатывать в этих нынешних сложных экономических ситуациях, так это отлично картофелеводства. Как правило, меньше 40% урендавленности на картошке мы не имели. Зазахованность выкопанной бульбы тут не хвалюются. У господарцы три сучасные бульбасховища, у которых потребуется необходимый микроклимат. Добро заховать они могут до 30 тысяч тонн бульбы. Причем не 7-8 месяцев, как это было ранее, а год. Амаль – до наступного ураджаю. Олесь Рыбалка – Новина Региона. Аграры испынили жнивоз за дажоу. Особливо моцный прошел в городским районе. По информации облгидрометод, за ночь выпало две с половой декадных нормы опадков. На профессийной мове синоптиков это была небеспечная зъява на дворье. Моцные дожди прошли и в Кировском районе. Прогнозуется, что опадки спынятся до пятницы, потом почнется потепление. Меж тем, как удокладнили у Аблсельгасхарч, полевые работы протягиваются. Господарки перепахивают хлебу и сеют азимы рапс. Сучасные информационные системы допомагают удосканалить медобслуговывание пациентов. Так, дякуючи интернет-ресурсу, могилючане отримали махчимость забронировать талон до урача. Амбулаторные карты жахаров города в поликлиниках переводятся у электронный вариант. Тяпереди финальный этап компьютеризации. Кожный жахар могилёва может отримать электронный рецепт у поликлинице по месту жахарства. Як гэта працует, наступный репортаж. Электронный рецепт – гэта пластиковая картка с индивидуальным штрих-кодом, где зашифрованы инициалы пациента, пашпортные данные и информация про все выписанные ему рецепты. А в широком сенсии одинная база данных и оперативный доступ урача до информации о блековых сродках, которые назначили. Разом с тем и нагрузка на регистраторов поменьшилась. Карточка регистрируется очень просто, подносится к сканеру, она сразу сканируется, и на мониторе компьютера выскакивает сразу фамилия. Все это очень доступно, очень просто и очень быстро. Пластиковые карты у наявности во всех поликлиниках Махилёва, у тем лику и детяшек. Их выдают одразу по запыти. Сканерами обсталеваны все установы и аптеки державной сети. Врач будет выписывать ему препарат через компьютер, и предъявив эту электронную карту в аптеке, человек может получить препарат, назначенный врачом. Кроме этого, доктор будет видеть, человек получил препарат, либо не получил, для контроля лечения. Разом с электронным назначением Махилюшанам покуль выдается паперовый аналог. А ли у недалекой перспективы, говорит специалисты, мы целком будем корыстаться электронными носбитами. А до проекту долучатся и аптеки коммерцийных сеток. Проект распроцованный у першу жаргу для скорочения документа оборота, а так само к обметь полную информацию про оборот лековых сродков. Электронный рецепт – это очень удобно. Ну, а во-вторых, надо идти в ногу со временем. Катярына Градницкая, Кристина Каранкевич, Александр Артемьев, Новины Рыгийона. Жахары Могилевской области стали меньше скардицца на жильево-коммунальную господарку. Колька скарга у этой голене скоротилась на 12%. Такая динамика назирается в параунанне с первым по угодям 2016-го. На работу коммунальнику меньше на ракане установится и в городском районе. Мясовый жилкам газ наведала Олеса Рыбалка. У шаргу традиционных зворотов Жахары Горак часто вознимают просьбу вырошить проблему с бадяжными собаками. Справа у тым, что такой структуры, як, до прикладу, спецаутопродприемство в Могилеве, у райцентрах нема. Сегодня мы уже этот вопрос прорабатываем. Будем проводить процедуру переговоров или открытого конкурса. Пока мы еще смотрим на законодательной базе, как это будет проходить по выбору специализированной организации, которая сможет сегодня предоставить такую услугу нашему району. Стан дорог, доброго парадкования двору, детячая пляцовки, коммунальник, який обслуговывает жилфонд, предприемство прибытковое, шмат питаний узнимает. Але его керавництво лечит, что и сумесные с жихарами намаганни приносят корысть. Тому суботники у горках пропоновываются регулярно. Когда человек увлаживает свои, хоть мал-мальские средства, или даже принимает участие, он тогда бережнее относится. У практицы районной улады и со встречи с насильництвом, так бы мовить, непосредственно у дворах микрорайонов. Председателя традиция такая, поэтому любой приходит, и сразу руководители здесь, и ЖКХ все, на микрорайоне происходит встреча. Там вопросы прямые и неудобные, поэтому такая форма у нас действует. Насчет уборки хочу сказать, что очень хорошо убираются улицы. Хотя дворников на улице стало видно меньше, а вот уборочные машины ездят, подметают. Ну, у нас чисто. Хотелось бы, чтобы было больше вот этих горок детских, потому что город молодежный, вот этого хотелось. А так подъезды убираются два раза в неделю, у нас влажная уборка, причем все четко, должно минимум три человека в подъезде расписаться за эту уборку. Скаргаун на ЖКХ у районе, саправды, стало меньше. За первое по угодзе у райвы конкам их поступило только 47, а это на 11% меньше, чем за таки ж леташний период. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, Новиныргийона. Увесцы новоселки Могилевского района подчас земляных работ на приватной сядзеве знайдены рэшты кареты, альбо фурманки. Археологи, яких выкликали на месе, меркуют, что гэта рэш из месяца битвы при Салтановце у войну 1812 года. Новоселки месяца у некальких километрах от Салтановки. Тому зусім не выкликает удивление, что тут знаходятся рэшты того часу. До кола, вось на якую колу, мацывались ровные дошки с каванным цвяком того часу, кавалки с коры и рэшты обудку. Когда мы проводили земляные работы на нашем участке, мы нашли какие-то старинные вещи. Нашли колесо. Мы думали, это колесо от пушки, как потом оказалось, не совсем. Ну, вначале мы как-то так не обратили внимания на это. Потом обратились к специалистам Могилевский педуниверситет. Они приехали, ну и определили, что 1812 год. Мы предполагаем, что это русский башмак. Вот он однозначно периода наполеоновских войн, потому что он изготовлен из кожи. Здесь видно, что каблук изготовлен из нескольких прослоек кожи. И помимо этого, характерно для той времен, они были паркованы вот такими вот железными гвоздиками. Великий день физической культуры пройдет в областном центре 2-го вересня от 14-го дня на набережной Дубровенке. Нагадаем, на початку осени телерадио-компания Могилев совместно с Могилевским гарвы-конкамом робит третьим разом спортивное свято для аматору активного и здорового ладу життя. Все лето Великий день физической культуры промерковали до юбилея Радоя Могилев первой региональной ФМ-станции Беларуси. На святое шукают, когда тысячи гостей, традиционная десячая спортивная школа проведут презентацию своих секций. Про новинки индустрии здорового ладу життя расскажут фитнес-клубы города. Будут дельничать воркаут-пляцовки. В отличие от предыдущих двух раз, когда мы приглашали уже состоявшихся чемпионов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, на этот раз мы представим публики лучших спортсменов в молодежном спорте, но которые при этом уже добывались значительных успехов, становились призерами, чемпионами Европы, мира. Самые актуальные новины наши в области можно увидеть и на нашем сайте tvrmogilio.by. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только доброго настроя. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok